мне нравится фраза что бог любит троицу поэтому я так думаю будет продолжение у этого банкета поэтому так что можете не сомневаться в америке здесь однозначно положительная реакция особенно среди тех кто поддерживает украину как в обществе так и политиками потому что это все-таки сакральная точка в этой войне с политической точки зрения в первую очередь и поэтому мы помним когда это какая была реакция первый раз и вот и учитывая что они предприняли огромные усилия для того чтобы больше такого не повторялось бы и поэтому вот тот вой который мы сегодня увидим в информационном поле россии говорит о том что этот опять же вы нарушили эти планы в этой информационной войне и исходя из этого это можно только поприветствовать тем более в условиях когда первый раз может быть это было легче сделать потому что для них это казалось что это невозможно просто первый раз это было сделано совершенно по-другому да кстати многие самые гости вот этих пропагандистских каналов там там среди них если военные которые кадровые военные я помню как один кадровый военный он так сказал хватит говорит от эракции это настоящая диверсия диверсия это успех спецслужб первую очередь до имеется ввиду поэтому в первом случае мы видели как это был сценарий 1 час сценарий совершенно другой то есть это лишний раз говорит о очень хорошей успешной работе вас их спецслужб какая-то спецслужба это притворила жизнь наверняка как говорят официальные лица в киеве об этом вы узнаете после войны но факты остаются фактами это не инопланетяне это делают и все таки уже все понимают что в таких условиях совершить вот такого типа диверсию да против вот такой сакральной темы которую я так понимаю все что сегодня происходит на поле боя там больше всего охраняется это как раз таки вот этот самый крымский мост вот и поэтому это большой успех и это успех по достоинству оценивают и профессионалы которые непосредственно занимаются здесь соединенных штатах америки этой войны поэтому все эти разговоры которые это усиливает позиции тех кто продолжает поддерживать украину в поставках и давит на администрацию для того чтобы еще больше усилить эту поддержку поэтому это наоборот здесь приветствуется никаких разговоров которые вот вызвали бы какую-то изжогу там у друзей украины я лично не слышал ни на каком уровне это однозначно это идет в контексте вашего наступления да вот контрнаступления то есть это один из элементов тема крыма донбасса она вообще вышла из повестки дня как тема спорных каких-то территорий этого уже нету после где-то вот ну где-то после буча ерпеня если так взять эта тема уже ушла с повестки здесь вообще больше никто на эту тему не говорит если иногда вы встречаете это где-то в каких-то газетах неназванные источники какие-то нарративы знаете что это проплаченные кто-то специально это делает но на солидном таком высоком уровне будь то официальные лица которые работают с правительством будь то законодательно законодательном уровне я не обращаю внимание на этих крайних правых крайне левых да я имею ввиду те которые на самом деле в теме и принимают конкретные решения на этом на таком солидном уровне ничего негативного касательно вот этого вашего успеха я не слышал и я думаю поэтому все сегодня говорят все хотят продолжение этого банкета да знаете господин у нас вчера в гостях был американский политика юрий рашкин вы его тоже знаете потому что были у него в гостях он говорит я не понимаю уже американцы все сказали уже выходит джейк салливан и говорит что украина будет точно в нато чего вы еще хотите почему вы все время значит придумывать какие-то теории сговора и ему тоже приходилось вчера вот многое нам это пояснять но я уже вам кажется много раз говорила что невозможно когда ты находишься всеми в таком стрессе в войне и конечно и заголовки какие-то новости события сыпятся то да волей-неволей конечно же плохое почему-то верится больше и лучше чем хорошее но продолжая как раз тему или тренд который был задан по вопросу крыма я процитирую буквально немножко мысль главнокомандующего вооруженными силами украины валерия залужного который как будто бы не нам да не в украине оттуда на запад больше сказал о том что если вдруг западных каких-то чиновников волнует или они там боятся каких-то ударов по территории россии не хотят брать на себя никакую ответственность за перспективе вооружения то главнокомандующий сказал что как раз а мы возьмем на себя то и он будет возвращать свои территории тем как тем способом который может рашкин тоже вчера объяснял что неправильно использовать понятие бояться потому что американцы не боятся они думают о третьей мировой войне и о ядерной эскалации мы это принимаем и все это конечно же понимаем но тем не менее господин у нас а можно ли предположить что западные партнеры все-таки будут останавливать от ударов по территории россии что крым это украина тут мы делаем что хотим а все-таки заложный говорил о том чтобы войну вынести за пределы нашей страны это уже нечто другое да наверное даже дальше чем белгородская область вы знаете я вот когда на прошлой неделе с вами говорили про итоги саммита вильнюсе и про то как я высказался на эту тему и поддержал вот эту наступательно агрессивную дипломатию вашего правительства и лично вашего президента и заявление генерала заложного она идет в тандеме тандеме с вашим президентом это вызывает огромное уважение удовлетворение у друзей украины потому что если верховный главнокомандующий президент страны и главнокомандующий генерал заложный они вдвоем вот именно так агрессивно наступательно общаются со своими друзьями на западе в первую очередь вот именно со своими друзьями подчеркиваю это все говорят потому что они знают что там есть которые искренне поддерживают процентов 70 не включая страны нато страны евросоюза но если которые еще немножко играют какие-то определенные игры исходя из своих прагматических соображений вот поэтому вот такого типа заявления они только помогают украине и их друзьям на западе и добавляют определенные дополнительные уверенности то есть генерал заложен открыто послал всех опять в очередной раз за след за русским кораблем тех кто хотят спекулировать или надеются на то что это как-то повлияет я не просто так всегда регулярно провожу параллели со второй карабахской войной и с тем что там вот азербайджан имел такой конкретный успех этот успех азербайджан имел вопреки вот такого же типа стенания на протяжении последних 30 лет так скажем да ближе к этой войне которая состоялась двадцать сентября двадцатого года вот ближе к этому там было несколько эскалаций напряжение несколько лет в 2016 году в апреле была последняя такая большая эскалация вот все время вот такого типа разговора не дай бог не дай бог не допустить и давление шло на азербайджан первую очередь ну что делал азербайджан азербайджан это наплевал на это пропустил в одного зашло в другой азербайджан шел своим путем этой повесткой дня то есть вот построение армии и все общество точно так же да и армии и общество консолидировано работал на тему освобождения этих территорий и западу пришлось с этим считаться но опять же реально они когда стали с этим считаться когда мы добились успеха на войне когда мы стали это делать и по во время войны также 44 дня они орали кричали но мы на это не обращали внимания вышли своим путем и как только мы добились этого конкретного успеха совершенно повестка дня на западе поменялось и вот вы видите как сейчас они все говорят о том что уже карабах это территория азербайджана и давит на значит их надо поставить перед фактом понимаете перед фактом и вот поэтому вот такая твердая позиция вашего президента и вашего главнокомандующего заложного то есть она именно очень важный элемент вот это и всей политики вот такой позиции и однозначно если ваше общество будет консолидирована поддерживать эти две позиции не будет ставить на разницу нет вот я иногда вижу да а это не офис президента это все в соу все не говорите глупости все кто это говорит это они женивых работают анти государственность это против украины против вашей государственности и генерала Залужного, и генерала Сырского, и Буданова, и всех остальных уважаемых генералов назначает президент. Однозначно, и они работают в тандеме. У вас, слава Богу, нет того, что есть в российской армии между политиками и их военными. У вас, не дай Бог, вот такого типа там, кого у них командующий, 58-й армии, и там таких, вы же видите, да, вагон и тележка, у них вот разброты, вы видите, к чему это приводит? И что там пригожины, да, вообще появляются таких в огромном количестве. Вам это надо? Вот смотрите и берите пример. Я поэтому говорю, что это заявление вашего генерала Залужного, оно очень важное заявление, и я так думаю, он лишний раз говорит о том, даже будете давать вооружение в том количестве, в котором нам надо, не будете давать, мы все равно будем свое дело делать. Ну, а я к чему веду? Я в прошлый раз вам дал такие советы, что вот вы взяли с НАТО на этом саммите, ну, 50% того, что можно было взять, да, то есть надавили, вот так на них наезжали, хотя бы взяли 50%. Опять же, это далеко не то, что вам хотелось бы. Но в результате этого саммита все увидели, что у вас ваше давление дает какие-то результаты. Если вы будете продолжать это давление и работать теперь на двусторонней основе, превратиться и будете превращаться не из соседей НАТО, то есть не из дальних и близких родственников, а будете родниться с кем-то, да, детей пожените, например, да, с кем-то пережениться, грубо говоря, двусторонние отношения. Родственникам становится на двусторонних отношениях. Вот строите двусторонние отношения со всеми, кто ходит в Семерку, со всеми, кто ходит в ЕС и со всеми, кто ходит в НАТО. И со всеми теми, кто не ходит ни туда, ни туда, ни туда, но имеет хорошее оружие, хорошие возможности для того, чтобы помочь вам победить в этой войне. Вот чем занимался Азербайджан, понимаете? И Азербайджан в результате, это же не только, чтобы вы знали, Турция, Израиль и Пакистан. Это огромное количество и других стран, которые, с которыми Азербайджан этим занимался, да, понимаете? Я к чему это веду, чтобы вы понимали, это многосторонняя такая Есть же проблемы не только на поле боя, есть оборонпром, есть экономические моменты, есть очень много чего другого, которое в той или иной мере влияет на успешность страны, чтобы страна выстояла бы. И поэтому, когда вы это сумеете сделать, тогда с вами будет считаться. Это тот самый израильский вариант, который многие к вам призывают. И Израиль идет этим же путем, и Израиль также идет этим путем. Поэтому вы знаете прекрасно, кто сегодня за полтора года этой войны, как проявили себя в достаточной мере, кто чересчур хорошо, кто более-менее и нашим и вашим понимает. Поэтому вы в соответствии с ними также и работаете по принципу спортивы, овши и шерсти клуб. И работаете на перспективу в плане того, что обеспечите нашу победу. Вы знаете географию, вы знаете территорию Украины, вы знаете какой это колондайк в перспективе. Вы будете иметь там свой процент. Однозначно возвращаться будут вам это. Вот как сегодня, например, на этих оккупированных территориях, которые Азербайджан восстанавливает, работают прекрасно и турецкие компании, и израильские компании, и пакистанские компании. Понимаете? Все те, кто стояли рядом с Азербайджаном, протягивали трудную минуту. Конечно, они имеют право на это. Вот сегодня у вас война идет. Все вот говорят, я уже прекрасно знаю, у меня тысячи приглашений, чтобы к вам приехать. Правильно? Я знаю, что искренне это есть. Поэтому я сяду и приеду. Дай бог, когда это будет. Я понимаю, и отношения будут соответствующие. А если бы я сидел бы там у себя на кухне, отмалчивался бы, а потом приехал бы и всем сказали, а ты что явился сюда? Вот точно так же и с этими со всеми надо работать. Понимаете? Это вы должны понимать. Поэтому заявление генерала Залужного, оно мне нравится. Чем больше он будет вот так жестко выступать, он в последнее время редко говорит. Военные они вообще редко говорят. Но все время, что он говорил, все то, что он говорит, оно имело результат. Потому что на Западе его так же внимательно слушают. Они понимают, что он сегодня главный военный человек у Украины. Если этот главный военный человек вот так говорит, это говорит о том, что он не будет слушаться ни Байдена, ни Остина, ни Мили, и ни Олеса, и ни всех других. Он будет слушаться только своего президента и самого себя, и свою команду. Всех тех, кто вместе с ним. Понимаете? Потому что он будет слушаться. Народ Украины. Именно в этом плане. Они будут слушаться всех тех, которые на Западе. Они играют в свои интересы. Мы это видели воочию вот на этом саммите НАТО. Поэтому этот саммит НАТО тоже для вас всех должен быть уроком. Да и может быть именно в контексте этого саммита и прозвучало данное такое заявление. Он лично раз понял, что здесь нужно сказать. Хорошо, мы вас поняли. Мы вас услышали. Мы пока что для вас соседи. Вы не хотите нас считать ни родственниками, ни близкими родственниками, ни членами семьи. Мы сделаем все так, что вы будете просить нас, чтобы мы стали вашими родственниками. Хотите вы этого или не хотите. А если вдруг создастся такая ситуация, когда мы уже сами будем решать, вы нас будете умолять, а мы пойдем себе будем родниться с другими людьми. То есть подход должен быть такой. Потому что я вот, например, совершенно не парюсь, что мой Азербайджан родной не член НАТО и не в Евросоюзе. И если я раньше, 30 лет назад, осознанно поддерживал именно вот эту евроинтеграцию, так же, как Михаил Саакашвили. Я не скрываю это. У меня произошла большая переоценка ценностей после Второй Карабахской войны. Я вообще не верю больше в эти спекулятивные разговоры о демократических ценностях, о борьбе автократии с демократией. Я это увидел воочию. Как продали мой родной Азербайджан, как продали Саакашвили. И по сегодняшний день его продают. И как вот за эту войну, в преддверии этой войны, я все это поднократно прекрасно знаю. И вот то, что за эти полтора года мне пришлось увидеть воочию и все время, каждый день быть с вами в эфире. Я все не понимаю. Поэтому я даю вот такие советы украинцам и их политическим лидерам. Насколько я это понимаю здесь изнутри. Насколько мне подсказывает мой политический опыт, вот мое нахождение внутри. Я же не диванный какой-то эксперт, который никогда ни одной должности не занимал дед. Я понимаю, как эта кухня работает. Я понимаю, как эта кухня в Азербайджане у меня работает, на постсоветском пространстве, в России, как она работает. Поэтому я говорю, там криминальный олигархат. Там все не по понятию. Но спецслужбы командуют этим парадом. Поэтому мне это все понятно. А здесь я живу уже более 20 лет. Я хожу в эти здания, я прекрасно понимаю, почему они так себя ведут. Они не будут рассуждать, у них не менталитет украинца. Они даже недавно, мне один уважаемый мой друг, он был на большой руководящей работе, он был правой рукой президента. И он мне рассказывает такую вещь, что он говорит, прибалтийский один депутат в Европарламенте, они сидели за столом, там несколько человек, и разговаривали. И он говорил им, почему, вот он говорил западному политику, почему в Прибалтике они вот так болезненно относятся вот на эту всю тематику. И он старался, вот он говорит, вы знаете, как было после пакта Молота-Рибитров, вот пришли, вот то сделали. А этот западный политик говорит, а почему вы не позвонили в этот момент в полицию? Вы представляете, вот пришла оккупация, вот это произошло. Он своим западным менталитетом считает, что надо было в этот момент позвонить в полицию, потому что там пришло вот такого типа. Это уровень мышления, понимаете? И им трудно понять сегодня, через что вы проходите. Мне не надо это объяснять. Я все-таки из той территории, и так же, поэтому вы видите, и поляки вас как поддерживают, и страны Балтии как вас поддерживают. А те, кто далеко, они совершенно по-другому рассуждают. Просто, ну что теперь делать? Это то, что мы имеем. По-другому они никогда не станут. Ни американцы, ни немцы, ни французы. Поверьте мне. Другое дело, надо с ними работать вот так, как и сегодня работает ваше военно-политическое руководство. Считаются только реально силой и будут уважать. И считаться с теми, кто может сам себя защитить. То есть, если вы сами себя защитить не сможете, никто не будет за вас это делать. Вы это увидели в 2014 году. И сегодня вы видите начало войны, и вы видите, как сегодня. Поэтому они могут что хотите говорить, давить на вас. Поверьте мне, если вы будете крепко стоять, они будут продолжать и дальше считаться. И тихо-тихо, эти 50% станут 60, 70, и все дальше, все, что необходимо. И в ближайшее время, буквально несколько месяцев, несколько месяцев, потому что сейчас решаются основные вещи. Это где-то август, сентябрь. Этот успех еще больше будет усиливать и давать результаты. Вот такая вот наступательно агрессивная политика во всех областях. И в дипломатии, и в информационной политике точно так же. То есть, Юнус, во-первых, кстати, самая завидная невеста. Эту аналогию мы понимаем. Для того, чтобы потом уже за нами бегали и просили, чтобы куда-то вступили. А мы, значит, думали, надо нам или нет. Это все принимается. С другой стороны, когда вы приводите пример, наводьте пример родного Азербайджана, он и прекрасный, и болезненный. Прекрасный, потому что мы видим, чем действительно на сегодняшний день, в 22-23 году заканчивается история. Она еще не зафиналенная, но, тем не менее, Азербайджан сегодня говорит с позицией силы. Это то, что вы всегда желаете нам. Но, с другой стороны, за вашими плечами десятилетия борьбы. Есть ли они сейчас у Украины? Тут мы ставим знак вопроса. Буквально на днях, выступая в совбезе ООН, министр иностранных дел Британии сказал о том, что мир не может допустить, чтобы война в Украине продолжалась еще 500 дней. То есть не так давно было первые 500 и, надеюсь, последние. Но, в общем, министр сказал такие слова. И здесь я хочу спросить у вас следующее. Ну, то есть вы же научили, а теперь я пользуюсь читать что-то, что вы не сказали или к чему вы подвели, но не назвали. И это не только вы делаете. То есть как будто бы НАТО действительно это открытая перспектива, но не надо думать, что входя в НАТО или в конце вот этой войны, этого пути, мы получим абсолютно все. То, что, возможно, нужно будет согласиться на вхождение НАТО, даже если нам не удастся деоккупировать и освободить все наши территории. Но вхождение НАТО подразумевает, что мы фактически подписываем соглашение, что мы отказываемся от каких-то своих территорий. Если смотреть на опросы украинского общества, вам украинское общество скажет, нет, никогда мы не согласны. Если спросить у военных, они в принципе даже не будут отвечать на этот вопрос. Но это та ситуация, которую мы имеем сейчас. Правильно ли я понимаю, что на данный момент рассматриваются в любом случае самые разные сценарии? От самых хороших и идеальных до самых, возможно, неприятных с компромиссами. Там всегда будет фигурировать Крым и там всегда будет фигурировать Донбасс. Потому что в последнее время мы все реже слышим вот эту историю, выход на границы 91-го года. Вы знаете, это зависит только от вас. Это не зависит ни от Соединенных Штатов Америки, ни от министра иностранных дел Великобритании, ни от кого бы то ни было. Это зависит полностью. Вот как я вам сказал, то, что провожу аналогию с Азербайджаном, точно так же. Нам также говорили, откажитесь. Нам 30 лет говорили, откажитесь от Карабаха. Не просто говорили, что это ваша территория. Они говорили, откажитесь, оно ваше на бумаге, но вы же проиграли в войне. Откажитесь. И мы 30 лет говорили, нет, мы не откажемся. Не откажитесь, тогда и они вам возвращать не будут. Хорошо, не возвращайте. И мы готовились. Мы морально все были готовы, потому что не было такого вот пораженческих настроений, что мы никогда это не вернем. Я вам откровенно говорю. Я всю жизнь жил с этой мыслью. Представьте себе, я не просто так свой пример привожу. 27 сентября 2020 года я бросился в окопы. Правильно? Здесь вот так же, как я с вами каждый божий день. Вот точно так же я был в окопе со своей страной. 44 дня я дал 105 интервью по всему миру. Я вообще забыл, забыл, я перевернулся, я еще и публично это сказал несколько раз, чтобы меня все услышали. И в Азербайджане, и по всему миру. Чтобы никто не искал бы какую-то в мутной воде какую-то рыбу. А многие попытки были, здесь и на Западе особенно. Как? Тебя выдавили из страны, ты должен быть обиженным. Ты должен, наоборот, не поддерживать свою родину. Идиотизм, маразм. Представлять уровень их менталитета. Я их так же послал вслед за русским кораблем. Для чего вам это объясняю? Потому что у меня вот это... Я жил с этой верой. И потому что если сегодня в Азербайджане то правительство, которое меня выдавило, у которого у меня есть огромное количество вопросов, у меня была и обида. Ну и что? Я моментально, потому что это настолько мелочно мне показалось. Я увидел, что на самом деле вот этот комплекс, с которым я живу, у меня он уходит. И все, я тему закрыл, она у меня закрыта. Я опять же живу здесь, правильно? Никуда не уехал, ничего. Но опять же я с моим народом. К чему я это веду? Вот это важный самый момент. И они увидели, здесь на Западе, они сегодня со мной считаются, куда они денутся. Не нравится? Не приглашайте в эфир. Хотите приглашать меня в эфир? Я приду, буду говорить все то же самое, что я говорю. Я крою регулярно и говорю там, демократия, автократия, это фальш и многое другое. Между прочим, многие, которые сегодня мне это не нравятся, они перестали приглашать. Потому что для них определенные нарративы, я же не просто так вам здесь говорю, здесь внутри идет борьба между республиканцами и демократами. И для них сегодня проталкивают нарративы, которые нужны этим партиям. Есть определенные каналы, например, «Голос Америки», это демократическая партия. «Радио Свобода», это демократическая партия. «Сиэн» это демократическая партия. «Фокс Ньют» это республиканская партия. И в зависимости от того, что я говорю и что им интересно, приятно, они меня будут приглашать. А если я буду наезжать не на ту партию, не на другую партию, сегодня я больше всего наезжаю на тех, кто завязан на поддержке с Украины. Потому что нынешняя администрация, они, я буду на них наезжать. Но если в Конгрессе и республикации что-то не делают, я на них наезжаю. Ну и поэтому они в зависимости от этого будут меня приглашать, а мне до лампочки. Я же это защищаю в зависимости от партии, например, я так понимаю это. Через призму того, как они относятся к моей стране, к моей родине. Понимаете, будут поддерживать они или не будут. Признаете территориальный сезон Азербайджан, суверенитет, вот как у вас говорят, до 1991 года? Тогда я с вами пойду, буду сидеть с вами за одним столом. Не приглашай, да мне чихать на вас находят. Все равно меня слышат по всему миру миллионы. Я пойду на других каналах, это будут говорить. У меня нет необходимости. Мне же за это деньги не платите вы, я у вас за это деньги не беру. Пускай кто-нибудь скажет, да, вот публично, что он мне хотя бы один доллар дал за какое-то мое интервью за все эти годы. Пускай один человек выйдет и скажет, нету такого, понимаете? Я достаточно независимый человек в экономическом плане, поэтому я могу себе это позволить. Может другие не могут позволить, я могу себе это позволить. Я к тому это веду, чтобы вы понимали бы принцип, которым мы должны руководствоваться. Когда мы говорим вот о таких вещах. Если сегодня вы будете руководствоваться этим принципом, тогда и здесь с этим считаться будут. Вы понимаете? Вот этих всех разговоров о том, что до 91-го нет, нет, Крым так, Донбасс это так. Это от вас зависит. Это только зависит от вас. Больше ни от кого. Поверьте мне, это зависит от вашего военно-политического руководства, от вас, Алина Курбанова, от всех журналистов, которые сегодня работают в информационном поле. Гоните в шею всех тех, кто выходит с пораженческим настроением. Кто хотя бы озвучивает возможность такого компромисса. Вы понимаете? После Буччи, Ирпеня, Гастомеля, после всех этих преступлений, через которые вы пошли, как это можно сегодня? Как это можно? Сколько тысяч вы уже жертв принесли? Не только военного, но и гражданского населения. Если вы готовы были на это пойти, надо было 24 февраля на это идти. А если вы на это не пошли, показали чудеса героизма, весь мир сегодня стоя вам аплодирует. И даже те, кто вас не любит, понимаете? То есть какое у вас моральное право сегодня от этого отказываться? Однозначно надо идти до конца. Вот Азербайджан сегодня 5% еще же не вернул. Видите, какое давление на Азербайджан сегодня оказывается? Уже пошли шероховатости в отношениях покоя Москвы. Уже в отношениях Москвы и Анкары. Потому что там кое-что намечается не так спокойно. Потому что Москве не нравится, что Брюссель, Вашингтон активничают в этой позиции. И что Азербайджан как должен себя вести? Если мы 95% этого пути прошли, вместе с правительством Азербайджана, мы и дальше эти 5% пойдем. Вы что думаете, азербайджанское правительство от этого откажется? 10 миллионов азербайджанского народа никогда этого не просят. Поэтому мы все вместе до конца пойдем в этом пути. Точно так же и вы должны. Вы должны это продемонстрировать всему миру. И в первую очередь вашим главным союзникам. И здесь в Вашингтоне, и в Лондоне, и по всему миру. И тогда с вами будут считаться. Считаются только с реальной силой и с теми, кто может себя защитить. Редактор субтитров А.Семкин